всем здарова с вами max power и сегодня хочу вам рассказать о лайфхаке который позволит нашей пекарни прожить дольше я сейчас под столом и сейчас выключим комп настало время нашего розыгрыша что же было в этом компьютере моем что за модификации который позволит жить дольше чем другим компам ну или просто сохранит его работоспособность на долгое время сентября больше не чистил пыли опять дофигища сейчас пойду заниматься чисткой но пока у блин сколько же я как пылесборник реально но пока я просто расскажу что же я использовал для продления ему жизни вот такой небольшой неприметность верточек который стоит на плюс и минус 12 вольт как я говорю каких только комментариев я не слышал это то предохранитель то термодатчик но к зачем вешать термодатчик на плюс и минус как он будет работать или например предохранитель на массу и плюс еще это будет товарищи что же что же что же то что же такое когда все ногти постригешь не размотаешь фух вот они три простых конденсатора это просто три конденсатора подключены на плюс и минус 12 вольт они выдраны из блока питания может быть даже с материнка какой-то на две тысячи 200 микрофарад один другие по 1200 но на самом деле чем больше тем лучше что они дают собственно конденсаторы со временем терять свои свойства как я уже говорил эти детали установлены в в питании они стоят на материнке они везде стоят и они их задача сглаживать ток чтобы ток был постоянным чтобы он не пульсировал чтобы все радиокомпоненты работали в нормированном режиме вот конденсаторы которые идут по питанию на 12 вольтовой шине они больше всего подвержены тому что на них постоянная нагрузка идет прежде всего от видюхи она очень много потребляет даже больше чем процессор нагрузки сам и поэтому я поставил кросс около нее чтобы компенсировать то что она когда нагружается там резкий скачок идет в общем чтобы питание подольше прожил вот такой нехитрый лайфхак с увеличением емкости конденсаторов позволит вам продлить службу вашей техники это работает везде не только в компьютерах можете в телевизоре их повесить друг на друга там по большему делать особенно именно в таких цепях которые ответственно за питание можете в других компоненты ставить они только улучшают качество толка скажем так он становится нормальным но опять же слишком большую емкость тоже нельзя ставить ну я обычно докидываю в два раза больше чем стоят на бок питания например там стояли пом 3 как раз конденсатора что только 4000 и сейчас 4 400 получилось сверху микрофарад то есть два раза увеличивать и емкость и все будет окей а вот смотрите уже видите один конденсатор уже принимает на себя удар вот этот последний он уже немножко вздувается это значит что если бы его не было то с 20 начал бы тот конденсатор который стоит здесь а что будет со временем если кондеры сдуются во первых они теряют свои свойства перестают выпрямлять напряжение то бишь по нашему процессу по видеокарте по их питающим ключам жахнет так называемое грязное напряжение как его зовут или импульсное напряжение то есть и от импульсного напряжения любой элемент начинает больше греться особенно это касается мосфет транзисторов которого тут установлено и соответственно вот эти конденсаторы которые около них стоят сглаживающие они тоже уже начнут не выдерживать в итоге какой-то мосфет может сгореть и просто напряжение может натворить дело в компьютере в худшем случае сгорит материнка со временем или видеокарта тоже начнет глючит и при нагрузке перестают и не стабилизировать слишком большие пульсации в итоге комп отрубается в общем от них очень много бед от кондеров поэтому я рекомендую их нарастить наговорять их можно в любых платах например это блок питания сломанных вот они тут и стоят правда половина сдувшийся берите только те которые целые естественно если на 12 вольт берете то нужно чтобы конденсатор был как минимум на 16 а то и больше чем больше его напряжения тем меньше вероятно что он сдуется со временем что же всем до встречи на твиче с вами был макс пауэр подписывай в канал будет еще лайфхаки